Там он жил и творил. Сейчас же это его музей, вы можете его спокойно посетить. Кому интересно, где похоронен Максимилиан Волошин, переводим взгляды по левому борту нашего судна. Кто не знает, где левый петрал, смотрит на меня. Направление по когу выходит. Который мир, а кто-то интересует, что мы с вами знаем. Для мыслят, что правдалом, положилась истинная бухта, или бухта, азинька. Который мир, азинька, ой, истинная бухта, истинная бухта, азинька, азинька, истинная бухта, истинная бухта, истинная бухта. На самую большиную хрипту Кубатэпэ. Одинокая скала выделяется на поле неба. Эта скала Шайтанская, скала дьявола. Отсюда кажется, что она самая высокая, но это не так. Ее высота 420 метра, сразу наступая. Высота самой высокой точки Кубата-5, 440 метров. Именно под этой столой, по мнению ученых-вулканологов, была первая фаза извержения вулкана города. Четвертое последнее было на крае Ковкая, близко к Киберям. На самом деле, здесь был первый выводной канал вулкана. Но теперь вам пришло время немного поводноваться, и мы с вами подходим к самому опасному месту на городе, у друг шейтанговых угрозов. Опасно это место тем, что здесь, даже при небольшом волнении моря, сегодня вот как раз подходящая погода, образуются очень часто водовороты, которые затягивают мимо проходящие корабли, разбивая их о море, и они погибают. Ну ладно, пугать я вас не стану, но я вас и не обманываю. Водовороты здесь действительно образуются, но образуются они только при очень сильном волнении моря. Мы пока не встречались. Практически отвестная стена по правому борту нашего судна, это 380 метра на городе моря, стал на большой маяк. Они ориентировались мореходы, когда судами были оснащены навигационным оборудованием. До вершения этой скалы, конечно же, при помощи монтажа, в фильме человека в мида была расположена лаборатория профессора Сальваторса, отца Ихтиандра. В мире столб маяк расположилась скала «Малый маяк», 160 метров на уровне моря. Все свои телегру на скалами ущелье «Голубиное». Олюбовал его скалькой сизой волос. Ну а вышли мы с вами в самую заповедную бухту Карадага. Бухта называется «Гзина». Здесь находится основное место гнездовья Черноморского хатлатого баклана. Еще ученые здесь недавно обнаружили новый вид птицы. Это огромная чайка, весом до 30 килограмм. Ее размах крылья достигает 4 метров. Чайку эту назвали «Гурбульду». Это огромная птица, которая питается исключительно на Азове, исключительно фелингазом и ведет исключительно ночной образ жизни. Летает отсюда за 60 километров на Азов, с высоты пищи по полету присматривает стаю пелингаза, ныряет на глубину до 15 метров и зароседает около 13 килограмм рыбы, после чего не может взлететь и на Азове, точнее на коронах, идет пешком. Деоднократно было замечено в селе Приморске. Залутывала на автобус, расплачивалась пелингазом. Бухта льви на Азове из-за той 12-метровой скалы, которая похожа на черепаху или собаку из панель, которая сенсывается в лучшую воду. С другого же ракурса эта скала похожа на огромного морского льва, который в воду за 150 миллионов лет охраняет жемчужину юго-восточного побережья Крымского полуострова. По сальту арку вулканического происхождения скалу «Золотые ворота». Но золотыми эти ворота бывают буквально один раз в году. Явление зимы происходит 21 декабря с 8 до 8.20 утра. Весь скала покрыта золотистым скалом, называется «решайником». Покрымленная лучами солнца, ими покрывается роса и придает золотистый оттенок этой скале. Хоть и поверят, что, проходя сквозь скалу «Золотые ворота», если бросить в нее монетку и загадать желание, то оно непременно сбудется. Но монетку надо бросать так, чтобы она ударилась о скалу и во время звона монеты загадать свое самое сокровенное желание. Кто не уверен, кто ж может забросить свою монету до столы, достаете крупные кубюры и кидаете в каюню нашего судна. Решили к кубюры, загадывайте желание. Кто хочет сразу 3, 5 или может даже больше желаний, достаете свою банковскую карту, прижимаете на бой капитана в палубе и громко кричите в кирпо. Через 3 минуты все ваши желания сбудутся. Умывай, начинай, начинай. Ну а сейчас мы с вами попробуем срочить этот панец в шпадел. Сегодня в свободном условии довольно невероятном, так что с того, как и куберачного капитана, он сегодня делается на первый век. Он до этого я торговал с кукурузой на берегу, а сегодня капитан, один с тебя попросили в гости. Срочи свои монеты, пополняйте с контактами, отмолодиться. Срочи свои монеты, отмолодиться. Они место покроют. По такой опасный маневр советую подмолкать нашему капитану. Высота в целых золотые ворота 32 метра над уровнем моря-нацит. За ней расположена пухта Расконичи. Этой пунктой пользовались ворожские казаки, ведь она практически не просматривает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...